так место перехода я делаю переход динамичным чтобы он переходил у меня как бы менял свое место поэтому если здесь постоянно будет спицы то вот это вот место оно расширится и образуется такой как шов а для того чтобы этого не происходило естественно лучше двигать спиц продолжаем вязать сейчас я буду вязать второй ряд так второй ряд резинки петли уже сформированы две лицевые лицевые я задеваю за передние нити а вот изнаночные буду задевать за задние почему если посмотреть внимательно петля у нас вот так вот расположена чтобы она сохранила эту форму не перевернулся если я сейчас вот здесь провяжу то петля перевернется в крест и вязание как бы будет некрасивым она будет нарушена соответственно чтобы вязание было таким как оно должно быть нужно смотреть на расположение петель и так изнаночные петли я буду задевать за задние нити далее 2 лицевые так и 2 изнаночные провязываю за задние нити так и выравниваю высоту 2 лицевые и 2 изнаночные так далее опять меняю переход но ограничитель можно здесь не использовать так как у меня не не падает не спадает вязание так и вижу следующую спицу 2 лицевые 2 лицевые и 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные ну и так далее то есть вот уже видно что формируется резинка вот в принципе вот этого достаточно информации чтобы ее связать нужно связать необходимое количество рядов как рассчитать необходимое количество рядов для резинки ну в принципе вы просто вяжите и мерить ее длину какая длина вам необходима то есть данном случае вот у меня 6 сантиметров резинка составляет 6 сантиметров вы можете померить манжет на руке да какой вы хотите 2 3 и так далее и как бы связать может можно просто вязать на глаз я вижу на глаз то есть вот я примерно как бы отмеряю сколько будет достаточно и вяжу необходимое количество рядов в данном случае нужно будет посчитать чтобы связать столько же на второй варежке а набросал мне 17 рядов связаны на резинке то есть дальше я продолжаю вязание резинки так принципе я показал то есть я просто вижу резинку необходимые это у меня второй ряд необходимые 17 рядов 2 лицевые 2 изнаночные лицевые за переднюю нить изнаночные за заднюю и не забываем делать переходы то есть вот две сейчас я сниму петли как бы следующий раз у меня переход будет уже в другом месте так две лицевые и смотрим за высотой петель так и 2 изнаночные таким образом продолжаю вязать резинку так я связала 17 рядов резинки можно посмотреть как бы сравнить оригиналом так то есть абсолютно одинаковые резинки у меня получились ориентир для заканчивания резинки нить с которой мы в принципе начинаем вязать вы можете в принципе с любого места начать переходить уже нас на основу но я люблю вот именно чтобы у меня все было точно ровно поэтому я довязываю до данного места и сейчас я буду переходить на лицевую гладь если посмотреть на образец дальше вязание продолжается лицевой гладью то есть все петли переходят в лицевые сейчас я покажу как это делается так сейчас я вижу уже на трех спицах в принципе здесь это уже удобно то есть вы можете также перейти на три спицы и так все петли становятся лицевыми здесь у меня две лицевых я их провязываю лицевыми так а дальше у меня идут изнаночные я провязываю их лицевыми задеваю я за заднюю нить так как петля у меня именно таким образом расположен и провязываю изнаночные провязываю лицевыми дальше лицевые лицевыми так также снимаю две петли при переходе чтобы не образовывались вот эти расстояние между вязкой и опять так же вяжу здесь изнаночные перевожу их лицевые так дальше опять лицевые задевая лицевые задевая за передние нити а изнаночные вяжу лицевые но задевая за задние нити с тем чтобы вязка у меня была ровная чтобы петли не переворачивались и так продолжаю вязание по кругу так я связала один ряд то есть сейчас почти не видно данного перехода сейчас я буду вязать второй ряд и уже как бы будет видно что петли здесь уже все петли лицевые задевая за переднюю нить везде ничего здесь считать не нужно провязываю лицевые петли обращаю внимание на высоту петель чтобы они были одинаковые в принципе все что здесь нужно и вяжу по кругу необходимое количество рядов сейчас я объясню сколько нужно связать рядов так продолжаем вязание данной части работы то есть вот уже видно что переход произошел то есть все петли стали лицевыми и так сколько нужно связать рядов до как бы следующего элемента следующий элемент у нас пальчик то есть вот это вот место которое сейчас я буду вывязывать в данном случае у меня 8 рядов я вяжу просто в круговую лицевыми петлями ничего нигде не прибавляю просто вяжу 7 рядов а если вы вяжете ну скорее всего вы будете вязать другой размер как вам померить это расстояние то есть вам нужно взять здесь у вас заканчивается резинка у как бы начало ладони да вот то есть если вот так вот приложить то соответственно вам необходимо связать расстояние до пальца следующий элемент это пальчик нам нужно будет оставить место под него соответственно вы меряете расстояние до пальца от начала ладони вот до этого места где-то примерно если бы я вязала на себя и соответственно вяжете вот этот вот размер Конечно, здесь у меня больше где-то раза в два. Но поскольку здесь детская варежка, то здесь расстояние небольшое. То есть вам нужно сделать вот этот вот замер руки, на которую вы вяжете, и, соответственно, связать столько рядов, навязать как бы до пальца. Вот так вот будет вязка. Я продолжаю вязание до пальца. Всего у меня здесь 8 рядов. То есть вязание повторяется, соответственно, просто я вяжу лицевые петли 8 рядов и так далее. Здесь уже видно, как формируется вязание. Так я связала место до пальчика. Вот здесь вот у меня 7 рядов. И сейчас мне нужно будет оставить место для пальчика. Как это делается, я сейчас объясню. Итак, пальчик. Как определить его размер? Если вы вяжете на себя или, допустим, на ребенка, вам нужно измерить вот этот вот размер толщины пальчика. Ну, как бы у меня где-то 7 сантиметров. Здесь, на самом деле, пальчик связан достаточно толстый такой. То есть здесь в обхвате и есть 7 сантиметров. И, исходя из плотности вязания 20 петель на 8 сантиметров, получается где-то примерно 16 петель в обхвате. Соответственно, я должна оставить какое-то расстояние вот здесь для пальчика впереди, несколько петель и сзади. У меня получается 7 петель спереди, 7 петель сзади. И по одной петле добавляется с каждого края. То есть получается всего 16 петель в обхвате пальчика. У вас будет свой размер. То есть вы можете сделать поуже, пошире. И, соответственно, вам нужно будет высчитать высоту. Либо связать ее на глаз. Закрытие пальчика происходит где-то вот примерно на этом уровне. То есть если вы меряете на глаз. Если не на глаз, соответственно, вы измеряете длину пальца и уже ориентируетесь по этому размеру. Так, сейчас я буду оставлять для пальца место и вязать дальше основу варежки. Так, мне нужно оставить 7 петель. У меня довязала я вот до этого места, до начала вязания. Здесь я буду оставлять место для пальца, так как у меня варежка, на левую руку. И мне нужно оставить 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Две петли лишние. Мне нужно убрать их на соседнюю спицу. Здесь останется 7 петель. И закрепить данную спицу. То есть сейчас я ее провязывать не буду. Таким образом, как раз здесь потребуются вам данные ограничители. Таким образом. Дальше нужно набрать 7 петель в вязании. Но поскольку это вязание спицами, здесь нельзя набрать воздушные петли. Соответственно, я просто делаю 7 витков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Потом из этих 7 витков я свяжу 7 петель. Так. И после того, как я сделала 7 витков, я продолжаю вязание, уже минуя вот это место для пальчика. То есть вот с этого места я начинаю вязать. Я вяжу лицевые петли. Так. Здесь не очень, конечно, хорошо видно, потому что мешает вот эта спица. Так я просто провязываю далее лицевые петли. Продолжаю вязание. Так же, как и обычно. Снимаю 2 петли на другую спицу. И продолжаю вязание. То есть, вяжу лицевыми, продолжаю вязать основу варежки. Место для пальчика у меня уже оставлено. То есть, я просто вяжу основу. Здесь вяжутся обычные лицевые петли. Как и везде. И так далее. То есть, нужно довязывать до того места, где я набрала вот эти вот витки. Для формирования 7 петель. То есть, вяжем лицевые. Итак, я дошла до того места, где у меня сделано 7 витков для того, чтобы провязать 7 петель. Сейчас я довязываю вот эти две оставшиеся петли. Так. Вот здесь вот, похоже, петелька слетела. Сейчас я провяжу. Восстановлю ее. Так. И теперь я должна провязать вот эти 7 витков. Провязывать нужно вот здесь, сзади. Зацепляю как бы сзади немножко. Иначе они не провяжутся. Вот так. Первая петля. Дальше. Задеваю вот здесь. Вторая петля. Аккуратненько формируем петли. Так. 4, одна упала. Так. Теперь вот здесь. Это будет третья петелька. Так. Теперь задеваю. Четвертая. Аккуратненько. То есть вот 4 петли я уже провязала. Дальше. Пятая. Шестая. И седьмая петля. Здесь немножко вытягивается нить. На самом деле, конечно, такого образования не будет. То есть вот 7 петель. Не видно за дырочкой вот этой вот. 7 петель для образования большого пальца для варежки. Так. И дальше я продолжаю вязать уже, как бы, те петли, которые у меня давным-давно уже сформированы. Так. Петли у меня все лицевые. Вот здесь подтянется обязательно вязание сейчас. Так. Снимаю 2 петли. И перехожу на следующую спицу. Если вам неудобно на 3 спицах вязать, вы можете вязать на 4. Просто я обычно именно таким образом вяжу. И дальше вяжем лицевые, как обычно. Сейчас я покажу еще раз провязывание петель для пальчика. Сейчас они уже сформированы. Их нужно только провязать. Вяжутся они абсолютно так же лицевыми, как и все остальные. Так. 3 я провязала, 4. 4, 5, 6, 7. А здесь вот у меня закончилась спица. Соответственно, сейчас я также сниму 2 петельки. 3 можно снять. Так. И вот, чтобы вот этого места не было такого растяжения, дальше провязываю лицевыми уже на этой спице. То есть они через некоторое время, как бы, будет абсолютно плотное, нормальное вязание. Так. И так мы вяжем необходимое количество рядов для, как бы, основы варежки. И так далее. А сколько нужно связать рядов? В данном случае я вяжу расстояние от пальчика до закрытия варежки. Вот это вот расстояние. Здесь у меня 17 рядов. То есть я буду вязать 17 рядов. Как вам определить, сколько нужно связать? То есть вы вяжете расстояние от пальчика, то есть вот это место, до примерно где-то вот данного уровня. То есть закрывать варежку мы будем, когда мы завяжем мизинец. Как только мизинец закроется основным вязанием, можно делать закрытие варежки. То есть ориентирую вот этот вот мизинец. Соответственно, и измерять нужно от данного места до мизинца. То есть вот у меня где-то 10 сантиметров на моей ладони примерно. У вас, естественно, будет свой размер. И так вяжу 17 рядов. Так я связала необходимые 17 рядов до места закрытия. Если сейчас приложить оригинал, то как раз мы подходим вот к данному месту, где начинается убавление петель. То есть вяжечка закрывается, вязание закрывается. И как это делается, я сейчас покажу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...